Из книги «Открытым оком» том 15. Сема Лапкин книги. Вопрос 2924. Враги Павла писали свои послания, вносили ересь, и чтобы придать им достоверность и авторитетность, подписывались именем Павла. Не было ли у вас такого, чтобы под вашим именем кто-то свое дело проворачивал для выгоды? Отвечает Игнатий Тихмич Лапкин. Второе с филосоникицем 2.2. Не спешит колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Павел учил не обрезываться, а противники утверждали, что он таков, какие и они по этому вопросу. Галатам 5.11. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание?» Тогда соблазн Креста прекратился бы. «Ко мне привозили центральные издания, где были стихи напечатаны под моим именем и фамилией, но я от них отказываюсь. Не помню. Антиплагиат. Допускаю вполне, и тому есть причины, я дал повод, тому повод, что мои книги могут очень сильно быть использованы протестантами против сегодняшних, в кавычках, православных. Но это возможно только при условии, что эти книги не читали настоящие православные. А тогда подделка, выдача своих мыслей за мои, обнаружится вполне, и книги будут работать за православие. Ходили печники под моим именем, нанимались печь делать. Римлянам 3.8. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим?» «Праведен судно таковых». Глава 55. «Парил я на крыльях души моей над соммом живших в мире семь от века, но многогрешного меня грешнее, покуда я не видел человека. Все это взвесив на весах ума, я обратил к себе, как порицание, нетленный стих Давидова псалма. Со мною кто сравнится в злодеянии? Так что ж скажу я своему врагу, чье прокляну и чье ославлю имя? Я грешный, лишь себя клеймить могу словами беспощадными своими. И мне, отягощенному виной, я верую, даруешь ты прощение, Как ныне я прощаю прегрешения всем тем, кто был виновен предо мной. Какие б я моленья возгласил, какие б воскурил благоухания, Чтоб только ты, о Господи, простил людей, которых я порочил вранью. Чтоб осужденного ты оправдал, утешил бы скорбящих, удрученных. Чтоб скорбных духом ты уворочевал, когда добро намереваю совершить я. Чтоб ты, великий, мне прибавил сил, когда намерюсь произнесть проклятие. Чтоб ты остановил и вразумил, чтобы в молениях я, страдавший, много всем зложелателям своим простил. Чтоб голос злобы, неугодный Богу, в ожесточенном сердце усмирил. Чтоб я забыл вчерашние обиды, молясь о примирении всех людей. И чтоб возрадовался ты, увидев, каким я стал по благости твоей. Вся жизнь тебе, лишь ты бессмертие смертного, упорство человека неусердного. Ты сила слабого, богатство скудного. Ты мудрость для меня, для безрассудного. Я как пловец, ненастья, тьма и ветер, мне ощутить мешают силу зла. Я словно птица, что попала в стеки, и гибели своей не поняла. Не понял я, что страшен мир двуликий, что губит он соблазнами маня. Как псалмопевец говорил великий, постигли беззаконие меня. Один мудрец назвал года был ее смерть без причины явным злом большим. Хоть он язычник, я согласен с ним. Мгновенной смертью правят за силы злые. Как скот бессмысленный и бессловесный, мы исчезаем вдруг во мраке бездны. Не осознав всей жизни пустоту, мы умираем и не ужасаемся. Мы исчезаем и не удивляемся. Мы даже в смерть час последний не смиряемся. Отлучены бываем, не терзаемся. Порокам предаемся и не каемся. Соблазнов низких не стерегаемся. Всему предпочитая суету. Смиренный Ио смерть назвал покоем. Я с ним согласен днесь и наперед. Когда б не зло, содеянное мною, Что в тайне для меня же сеть плетет. На свете настоящее ничтожно. Грядущее темно бывает ложно. Я хуже всех. Моя греховна суть. В грязи желания я погряз по горло. Земные страсти мне сжигают грудь. Нетвердый разумом иду нетвердо. Над глиняной обителью моей Дожди не утихают проливные. И слабый дух мой глины не прочнее. Соблазны мира, недобрей стихии. Что я скажу пред тем, как умереть? Мои деяния скудны, страсти странны. Из ничего мой скарб, из ветра снедь. Усилия тщетны, радости обманны. Когда настигнет смерть, но силы, то силы зла Пред справедливостью должны склониться. И заповедь, что мне дана была, Для жизни лишь для смерти пригодится. Как сказано о том святом писании, Пришел посланник зла, мой давний враг. Он отнял все, и сердце достояния Разграблено, и разум мой истяк. Я к Господу безумный не взывал. Чем шел быстрее, тем глубже увязал. Стремясь к величию терял я веру, Безмерному стремясь утратил меру. Терял я большее, чем находил. Был осторожен, лишь себе вредил. Идти старался прямо, потыкался. Стремясь за лишним нужного, решался. Избавился от меньшего из зол, Но гибельные страсти приобрел. То, что искал, считал всего дороже, Не стало оправданием моим В Тебе одном мое спасение, Боже. Я пред Тобой склоняюсь всем благим. Тебя молю я, раб Твой неусердный, Моей молитвы в гневе не отмень. Будь милостив, Отец наш милосердный, Прибежище души моей. Аминь. Григорий Нарикатский Субтитры сделал DimaTorzok